Это рассказ о путешествии на двух мотоциклах из Европы в Среднюю Азию, длиною 2 месяца и протяженностью 12 тысяч километров. Когда мы выезжали из Риги, мы не знали, что дорога заведет нас так далеко и что обратно мы вернемся со всеми другими людьми. Третий день в Румынии, сегодня проехали очередные 250 километров. Получается не быстро, потому что дороги извилистые, нашли место. Там вот у нас за спиной какая-то большая дамба с большим озером, озеро протяженностью около 30 километров. В общем, мы едем на юг, завтра должны быть рядом с Трансальпиной. Трансфагараж, да, нас поднялась. Мы поднялись на перевал Трансфагараж и, ну, собственно, здесь наверху туман, но по пути были прям, прям очень крутые виды. Вот, и, ну, иногда на поворотах страшновато бывает, если честно. На целом, круто. Мы, можно сказать, случайно оказались в этом месте под названием Бузлуджа. Я не уверен в правильности произношения. В общем, это здание, построенное в 81 году тем правительством, здание огромного масштаба для проведения государственных встреч. С развалом Советского Союза все это было брошено, и сейчас это лишь эхо прошлой эпохи. Мы уехали из прохладных гор, находимся где-то в Болгарии, жара 35 градусов, движемся в сторону турецкой границы. Сегодня вечером уже будем купаться в Турции. В школьной губе у меня была мечта. Мне хотелось совершить кругосветное путешествие на мотоцикле со своим мужем. Я получила свои водительские права всего за две недели до путешествия, и у меня особо не было опыта вождения. Поэтому, конечно же, мне было на некоторых участках дороги очень сложно. Особенно, когда мы ездили по песку или по грунтовкам, где-то, где не было асфальта. Первое время я себя чувствовала очень неуверенно. Если я смолюсь, ты не будешь ругаться. Можно. Все, есть! Многие места на нашем пути были не запланированы. Одним из таких мест стала Каппадокия. Это место примечательно не только своими волшебными пейзажами, но и тем, что каждое утро на рассвете в небо поднимаются сотни воздушных шаров. И это невероятное зрелище продолжается несколько часов. Мы на границе с Грузией. Очередь не очень большая. Уже выехали из Турции. Пока без особых проблем. Осталось пройти вот эту вот границу, и все, мы в новой стране. Федеральная трасса Махачкала-Астрахань. Да, вот слева дорога вроде получше, но очень много больших и острых камней. Поэтому мы едем по соседней правой колополосе. И обрабатываем ямы вот этими вот ногами мощными. У нас же эндуро! Как только началась сложная дорога, сразу первая побавшаяся машина нам навстречу остановилась. Ребята начали спрашивать, откуда мы. И подарили нам две дыни. Нам их положить некуда, поэтому сейчас будем есть. Ну, это не Европа. Ну, это уже совсем не Европа. Тут уже совсем не чувствуешь себя в безопасности, и в каждом городе возможности остановиться в гостинице нет. Потому что здесь город, там, раз на 50, а то и 100 километров. Поэтому так себе. Как это? Ну, страшненько. Строго охраняемые объекты кругом. Много людей с автоматами в форме. И мы просто съехали в кусты для того, чтобы переночевать. Надеюсь, к нам ночью никто не придет. А что, почему? Где горы? Мы же едем в горы. Я не знаю, куда мы едем, но это вообще пустыня. Я такого еще не видела. Прям тут нет ничего. Здесь хоть пусты начались. Там вообще ничего не было. Вообще. Мы заехали в магазин лента, супермаркет, для того, чтобы посмотреть канистру себе, еще одну запасную. По пути парень на мотоцикле поравнялся и сказал, что здесь они могут быть. Предложил помощь, но нам пока помощь не нужна. У нас все хорошо, мы едем дальше в Казахстан. Один из первых признаков того, что мы заехали в Среднюю Азию, это появившиеся верблюды. Они вот так пасутся по сторонам. Иногда их больше, иногда их меньше, но выглядят прикольно. Это наше путешествие на восток. Мы сегодня должны добраться до города Бухара. Мы движемся вдоль великой среднеазиатской реки Амударья. И это, видимо, ее какой-то пересохший приток, на котором мы вчера заночевали. В таком сухом, интересном, красивом каньоне. В Бухаре мы остановились в небольшом гостевом доме с очень дружелюбными хозяевами. Мотоциклы поставили прямо во дворе здесь. Вот мы завтракаем. И сегодня уже поедем в Самарканд, где нас ждет небольшой подарок. Всемирно известная компания Индуристан с радостью согласилась стать партнером нашего проекта. И прислали нам вот такую посылку. Поэтому сейчас посмотрим, что же внутри. Путешествуя в такие места, мы очень часто сталкиваемся с чем-то необычным для нас. Одним из таких моментов стало сено на дорогах Таджикистана. Сначала мы не могли понять, для чего люди это делают. Оказалось, таким образом они, во-первых, сушат сено, во-вторых, прессуют при помощи проезжающего по нему транспорта. После чего замешивают с глиной и получают кирпичи для строительства домов. Мы наконец-таки добрались до Таджикистана. Я был в этой удивительной стране два года назад. Но эти горы для меня новые. Это Панские горы. Я здесь не был. И они, конечно же, поражают своим масштабом и красотой. Друзья, посмотрите, насколько здесь красиво. Это вот такой подъемник. Я не знаю, кто составляет списки и рейтинги самых красивых дорог мира, но этим людям, безусловно, следовало бы приехать в Таджикистан. Огромные селевые выносы – это обычное дело на горных дорогах Таджикистана. Иногда они бывают по маленькие, по несколько метров, иногда по несколько сот метров. И местные жители просто бульдозерами разгребают новую дорогу и продолжают ездить. Местные дети настолько доброжелательны и гостеприимны, что они даже бегут из своих садов, из своих домов, бегут на дорогу для того, чтобы просто помахать рукой. Мы совершенно не ожидали, что на протяжении всего путешествия у нас не будет абсолютно никаких проблем с местными. Наоборот, все были очень дружелюбными, открытыми, предлагали свою помощь, приглашали в гости на чай. И, конечно же, общение с местными делает путешествие такого рода чем-то уникальным. Быстро ехать не получается, да, если и честно, не хочется. Потому что хочется рассмотреть всю эту красоту и оставить ее у себя в сердце навсегда. Привет, коровы! Ну, собственно, вот ради чего мы сюда ехали. Эти великолепные виды, интересные грунтовые дороги, гостеприимные люди и вкусная еда. Мы едем на Памир! Вот еще одна дорога в мой собственный список красивейших дорог мира. Вот так вот живут местные пастухи, а мы спускаемся в сторону афганской границы. Я думаю, что если бы месяц назад я Насте сказал, что мы будем ездить по таким дорогам, мы бы, наверное, сюда не поехали. В некоторых местах, но в Памирском тракте даже очень хороший асфальт, можно ехать чуть быстрее. Ну, вот эти скалы и горы по сторонам, конечно, очень сильно впечатляют. И вот здесь вот справа от меня сейчас афганский берег. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блок пост, на котором нам надо будет предоставить документы. Они перепишут наши данные, и мы приближаемся к Афганистану. Халайхум – город, который находится на берегу великой реки Пянш, и в котором находится один из немногих мостов, соединяющий Афганистан. Вот, собственно, те горы уже Афганистан и Таджикистан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь местами на дороге даже очень хороший асфальт. Поэтому, конечно, приятно, когда можно разогнаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вчера заночевали в таком гостевом доме хорошем. Здесь вот, а напротив нас уже большие горы, афганский берег. Уже высота здесь в районе 3000. А я пошел проверить мотоциклы, чтобы не бахнули канистры с бензином на солнце. Ну что, мы на Памире. Здесь высота уже около 3000 метров. Нас окружают огромные горы вот с такими белыми ледниками. А мы продолжаем двигаться все дальше и дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем карабкаться вверх. Мы заехали точно выше 3000. Здесь внизу небольшой кишлак, а дорога уходит с Апантиновым вверх. Вот такие вот тут красоты. Мы уже уехали от реки. Она внизу где-то течет в глубоком каньоне. Чудо по всему с офигенными порогами. И вот такими вот горами вокруг нее. Пейзажи, ну, они просто срывают нам голову, поэтому мы решили здесь заночевать. Мы за лето сильно соскучились по снегу, но очень хочется, чтобы его этой ночью не было. Доброе утро. Потому что мы проснулись вот в таком чудесном месте. Ночь была прохладная, немножко подмерзли. Но в целом, я думаю, что вот эти красоты, которые вокруг нас, они очень дорогого стоят. И вот эта ночь холодная стоит того, чтобы с утра увидеть вот эти вот пейзажи и горы заснеженные вокруг нас. Вот такая штука тут периодически нам делает дорогу. Ну, не только нам, а всем, кто по ней ездит. Но даже у такой техники бывают поломки. Здесь до Афганистана уже совсем близко. При желании можно перейти речку пешком. Но скоро дорога начнет уходить от реки в высокие горы. И, соответственно, мы покинем границу. Последние, сколько там, 80 километров были похожи на картофельное поле, но я бы сказала немножко по-другому. Это было похоже на... Это просто самая сложная часть вообще всей дороги за сего путешествия. Я надеюсь, это не повторится. Здесь 420 метров над уровнем моря. Я впервые на такой высоте, но чувствуется немножко тяжело дышать. Сейчас, ну так, когда ходишь, тяжело. Но в целом, в целом очень круто. Очень, здесь безумно красиво. Фух! Мы проехали на сегодняшний день уже 11 тысяч километров. И за время этого путешествия мы побывали во многих странах. И несколько стран нам просто удалось увидеть. Вот этот забор, это граница Китая. Вот так близко к Китаю я еще никогда не был. Вы по-русски понимаете? Как дела? Как дела? Путешествуя на мотоциклах, мы попадаем в удивительные места. И что самое интересное, у нас есть возможность перемещаться быстро между этими местами. Вот здесь, за моей спиной, озеро Каракуль. А вот те снежные горы, это пик Ленина, одна из самых высоких вершин бывшего Советского Союза. Мы заехали в столовую и сейчас пойдем посмотрим, что внутри. Друзья, если вы думаете, что наше путешествие это что-то такое необычное и сложное, то вот эти ребята, они из Бразилии, к сожалению, они сейчас ушли. Едут на тандеме уже два года, их путешествие продлится еще два года. Как они сами сказали, медовый месяц немного затянулся. Друзья, это пик Ленина, семитысячник. Мы едем к базовому лагерю, чтобы там немножко отдохнуть, пожить, сделать перерыв и насладиться вот этими неимоверными видами. Это, безусловно, самая красивая дорога, по которой я когда-либо ездил и видел. Мы в базовом лагере Пика Ленина, вон там вот вершина, собственно, этого пика. Здесь, я думала, будет, честно говоря, прохладнее, но здесь сейчас нормально вообще, больше 20 градусов. Пойдем погулять, там какое-то луковое поле и водопады, там с другой стороны там озера. Короче, завтра остаемся здесь на весь день, потому что есть что-то посмотреть. Сегодня у нас на ужин суп из яка. Посмотрим, как он на вкус. Получилось очень вкусно, с гречневой кашей вообще бомба. К чему это приведет, посмотрим завтра. Доброе утро. Давайте посмотрим, что у вас там на улице. О, что это, Пик Ленина, что ли? Мы доехали до конца дороги и даже дальше. Больше проехать нельзя, там уже обрыв. И, собственно, вот здесь вот начинается большой ледник, который спускается со стены Пика Ленина. И это просто невероятно здесь, очень-очень красиво. Идея поехать на мотоциклах принадлежала Насте. Я с удовольствием поддержал эту идею. И сам я отправлялся в это путешествие в поисках счастья, которое я нашел. Если говорить о планах на будущее и на будущие путешествия, то я могу без сомнения сказать, что мы поедем дальше, на восток. И этим летом мы планируем посетить Алтай, Монголию, Байкал. И если будет достаточно времени и сил, доедем на Дальний Восток.